Друзья, и снова всем привет! В этом видео я хотел бы вам показать, какой мы установили угловой перекрывающийся кран для сливного бачка унитаза и для стиральной машинки. Напомню вам, если вы не подписаны на наш YouTube канал, мы купили недавно двухкомнатную квартиру и сейчас с ней делаем ремонт. Мы уже заменили все абсолютно сантехнику. Это мы в первую очередь сделали. И я решил вам показать, какой же перекрывающий кран мы установили. Возможно, и вы такой себе приобретете. Как по мне, он очень удобный. Это не реклама этой фирмы, это просто наш отзыв вам. Возможно, вы думаете, какой кран установить, поэтому можете купить либо этой фирмы, либо похожий кран только другой фирмы. В этом видеоролике я показываю вам распаковку этого крана. Сейчас мы досмотрим. А в следующей части видео мы пойдем вместе с вами, зайдем в санузел, а также зайдем на кухню, где у нас установлена машинка. Я покажу вам этот кран, как он установлен, как он выглядит уже в действующем виде. Значит, что хочу вам сказать по нему. Значит, фирма крана называется Салон. Я оставлю название. В принципе, в заголовке видео вы увидите название этой фирмы. У них есть официальный сайт, но на официальном сайте там только смесители. Поэтому ссылку оставлять не буду, смысла нет. Если нужно, то загуглите. В принципе, по названию этого крана вы можете просто загуглить, и в вашем городе выпадет список магазинов, где, в принципе, они продаются. Значит, вот так вот он выглядит. Очень удобный. Очень удобный. Поэтому мы как бы рекомендуем покупать такие перекрывающие краны. Так как, допустим, барашком, либо бабочкой, ну как-то неудобно все перекрывается. В этом варианте все очень классно и удобно. Итак, ребята, давайте посмотрим сейчас этот кран в санузле. Так, смотрим. Вот он, этот кран установлен для перекрывания туалетного бачка. Видите, вот она металлическая подводка, которая должна быть подключена к бачку. Но бачка у нас сейчас нет. Так как мы еще в санузле не закончили ремонт, и чтобы его не разбить, мы еще пока его не установили. Вот так вот выглядит, смотрим. Вот снизу подсоединяется подводка. Вот она накручивается. И вот сам кран. Очень удобно, ребят, перекрывается. Просто бомба. Легко. То есть, не нужно крутить кран. Вот этот, да, допустим. Он тяжело крутится. Но это вообще классно. Удобно. Легким вращением, легким нажатием, он перекрывает и открывает воду. Вот она. Так, здесь ее. А вот она, она. Это декоративная, ну, это железная панелька. Ну, этот кругляшок, в общем, который скрывает монтаж. Ну, пока нам не скрывать ничего. Так, посмотрели, как это выглядит. Как кран выглядит в санузле. Теперь давайте переместимся на кухню. И посмотрим, как он выглядит на кухне. На кухне он выглядит вот так вот, ребят. Значит, он установлен для того, чтобы перекрывать подачу воды на стиральную машинку. Вот она, стиралка. Вот. И, соответственно, стиралка, подача воды подключена к этому крану. И стирать собираетесь. Включили. Постирали. Перекрыли. Вот так вот красота это выглядит. Еще раз повторюсь. Сто раз, наверное, повторюсь. Очень удобный. Очень-очень удобный. Поэтому, если будете приобретать, приобретайте кран. Ну, аналогичный. Вот такой вот угловой. Фирма уже, смотрите, сами выбираете, какая вам нравится, какая не нравится. В принципе, информация по крану вся. Теперь еще один важный момент. Сейчас мы обратно перейдем в санузел. Но, ребят, эти подводки, эти подводки металлические, они, в принципе, установлены. И сейчас я подготовлю. Уберу пакет, который будет мне мешать сейчас проводить съемку видео. Сейчас вам кое-что объясню. Ребят, не пропадайте. Не переключайтесь. Внимательно меня выслушайте. Это очень важно. Так, что тут отвалилось уже? Ладно, смотрите. В общем, что мы имеем, что я сейчас хочу вам сказать. Видите? Мойка подключена вот к этим, к железным подводкам. Мойка. Дальше. Туалетный бачок будет подключен. Значит, что хочу вам сказать. Какую хочу до вас донести мысль. Значит, смотрите. Уходя. Вот он. Здесь, видите, еще он в такой оплетке дополнительный. Такую силиконовую. Ну, суть сейчас мои мысли ничего не меняет. В общем, уходя из квартиры, будь то на время, хотя бы там, ну, будь, просто вы уходите к соседям, да, например, либо уходите куда-то на рынок, либо куда-то еще идете. Уходя из квартиры, перекрывайте обязательно воду. А обязательно перекрывайте воду. Мне как-то писали комментарии. Вот, ты, наверное, прикалываешься, ты, наверное, воду постоянно перекрываешь. Да, ребята, мы стараемся постоянно воду перекрывать. Даже когда ложимся спать, мы перекрываем главный кран на воду. Для чего это мы делаем? Сейчас вам расскажу историю. История такая. Значит, вот эти вот подводки металлические, они имеют свойство лопаться. То есть, со временем, от старости они могут лопнуть. и, значит, не только подводки, могут и трубы лопнуть. Мы от этого не застрахованы. Если вы проживаете в многоэтажке, то имейте в виду, перекрывайте воду. Мы так раз чуть не попали. Значит, собирались выйти в магазин. Магазин находится возле дома. Оделись, обулись. Это было дело зимой. По-моему, шли покупать воду. Значит, все уже. Мы уже были готовы выходить из квартиры. Мы стояли на пороге, обували ботинки. И услышали в ванной шипение какое-то. Мы не поняли изначально, что же произошло. Открыли быстро ванну и увидели, как подводка, которая подключалась к раковине, она просто, ребята, лопнула. Ее порвало в одном месте и вода реально била струей. Если бы мы в этот момент, если бы она лопнула позже, то мы бы залили бы все квартиры ниже этажа. И было бы горе, реально. Были бы проблемы. После вот этого всего теперь мы уходя из квартиры перекрываем воду. Даже на ночь перекрываем. Почему? Потому что мы можем спать и вода может где-то рвануть, либо в подводке в этой, либо где-то в трубе на стыке или где-то еще. И мы можем затопить соседи. Даже, ребята, у моего знакомого произошел случай. Сейчас вам покажу. Сейчас вам покажу реальный случай, у моего знакомого произошел случай. Вырвало смеситель. В ванной новый смеситель был установлен. Его просто вырвало. Его здесь вырвало. и, короче говоря, вода прямо током по ванне, то есть она по ободку ванны шла и заливала за ванну. В общем, даже если бы ванну в принципе шла бы, ну, в принципе, да, это спасло бы его. Пробка же открытая. Вода обстекала. Но так, в общем, рванул. А, у него ванная была набрана. У него ванная была набрана, человек сделал запас воды и, в общем, смеситель вырвало и он затопил соседей снизу. Был скандал, очень, очень нехорошо в общем получилось. Поэтому имейте в виду, ребят, перекрывайте всегда воду. Даже если вы ложитесь спать. Можете писать всё, что угодно. Можете писать, что я вот сильно близко к сердцу всё воспринимаю. Но, ребят, когда с такой проблемой реально сталкиваешься, мы просто вам рекомендуем. А там дело уже за вами. Есть такая не поговорка, а есть такой момент у людей, пока человек сам не ощутит это всё на своей шкуре, вот тогда он начинает понимать. Поэтому имейте в виду, что такая ситуация может произойти. Ну, вот так вообще подписывайтесь на канал, следите за нашими событиями. Сейчас в квартире потихонечку делаем ремонт. Уже установили межкомнатные двери, входную дверь установили. Как вы видите, в зале у нас сейчас склад. Вот. Песок, цемент, гипс, церезит. В общем, сейчас вот такой склад, делаем ремонт, поэтому, если интересно, подписывайтесь. Будем рады с вами пообщаться и будем благодарны вам за просмотр. На этом всё, ребятушки, всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.